МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Лига удивительных людей". Сезон открыт. На прошлой неделе стартовал проект, который собрал на одной сцене самых выдающихся людей планеты. Это была серьезная битва, в которой победила команда из Кот-Дивуара Тираби. Кто присоединится к ним в финале, узнаем уже сегодня. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Так не бывает. Не верю. Невыполнимо. Эти и еще десятки подобных фраз придумали люди, чтобы обозначить явления, которые трудно осознать. Но разве невозможное для одного нереально для всех? Сегодня мы докажем вам, что среди нас живут герои, для которых слова нет, не существует. Добро пожаловать в Лигу удивительных людей. Наш проект поставил перед собой амбициозную цель. Найти самого поразительного человека на планете. Для этого мы собрали таланты со всей страны и объединили их в одну команду. Вызовки бросила другая сборная, сборная мира. Самые талантливые люди из разных стран приехали в Москву, чтобы здесь определить лучшего. Того, кто по итогам сезона получит главный приз проекта. Кубок Лиги. В каждом эпизоде мы увидим четыре дуэли. Команда России против команды мира. Победители поединка выберут члены нашего жюри. А в конце выпуска свой выбор сделают зрители в зале. Дабы никто не мог обвинить наших судей в предвзятости, мы сделали состав жюри интернациональным. Ну а чтобы сразу отбить желание спорить с решением наших судей, нашим жюри, внимание, чемпион мира по боксу в тяжелом весе, депутат Государственной Думы Российской Федерации Николай Валуев. Есть только один человек, который готов рискнуть и поспорить с Николаем Валуевым. Чемпион мира по бразильскому джио-джитсу, легенда из легенд боев без правил, Джефф Мунсун! Привнести в эту брутальную кампанию свое особенное обаяние и тонкое чувство юмора, мы пригласили народную артистку России, звезду театра и кино, Марию Аронову. И еще один член нашего жюри, этакий гарант абсолютной объективности, друзья, Американец, который вырос в Великобритании и уже четверть века живет в матушке России. Телеведущий, журналист, путешественник Джон Уоррен! Итак, приготовьтесь увидеть противостояние самых талантливых людей России и мира. Это Лига удивительных людей на телеканале Россия. Мы начинаем! Мы в студии проекта Лига удивительных людей. И впереди нас ждет новое противостояние. В этой дуэли Россию представляет одна из лучших команд по чирлидингу в стране. Восьмикратные чемпионы России, чемпионы Европы, чемпионы этапа Кубка мира, сборная Уральского федерального университета по спортивному чирлидингу «Феномен А». Уральскому напору будет противостоять железная японская дисциплина. Команду мира представляет мужская сборная по ритмической гимнастике университета Ханазона, «Япония». Эдакая университетская лига удивительных людей у нас. По результатам жеребьевки противостояние начинает команда России. Сборная Уральского федерального университета по спортивному чирлидингу «Феномен А». Привет, меня зовут Тимошенко Александр. Привет, меня зовут Денисов Никита. Я капитан команды по спортивному чирлидингу «Феномен А». На этом проекте мы представляем Россию. Три, четыре, три, два, три! Чирлидинг является не просто спортом, где девочки с помпонами поддерживают различные спортивные команды на матчах. Это серьезный вид спорта, сложные физические элементы и трюки, к которым ходят пирамиды, разные партнерские поддержки, также акробатика. На данный момент в команде у нас 19 человек. Мы являемся девятикратными чемпионами России. Мы тренируемся четыре раза в неделю по три часа. Ближе к соревнованиям бывает и чаще. И из-за того, что мы проводим времени друг с другом больше, чем, наверное, со своими семьями, мы и стали одной большой семьей. Мы пришли на этот проект для того, чтобы сделать чирлидинг самым популярным видом спорта в России. И мы хотим, чтобы чирлидинг наконец-таки стал олимпийским. Поэтому, ребята, занимайтесь спортом, лучше чирлидингом. Приходите к нам. Ребята, вы огромные молодцы, но почему чирлидинг? Принято считать, что это женский вид спорта. Например, у вас, ребята, есть... Наша дисциплина самая сложная. Нас 20 человек, мы называемся чирмикс дисциплина. Чирмикс! В которой и девчонки, и парни. Парни должны быть сильными, большими, крепкими, акробаты, девчонки миниатюрными, тоже красавицами, растянутыми. Удачи, феномен А! Давайте, поехали! Давай, ты... Три, четыре! Хей! 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 Феномен! Хей! У-ху! Вышенье! И зовёт олимпийский огонь золотой. Будет земля счастливой и немолодой. Нужно сделать всё, чтобы век олимпийский огонь не погас. Солнце старует в небе, как белый раз. Ещё до старта далеко, далеко, далеко не проснулась Москва. Посреди не праздника, посреди земли. Ах, как шагают широко, широко, широко по восторженным улицам королевы плаванья, в боксах королев. Сегодня никуда от спорта не уйдёшь, от спорта нет спасения. А стадион гремит, как будто подошла волна земля трясенья. Голл стадиона сто раз повторит дальная даль. Солнце в небесах горделиво горит, будто медаль. Трясо в высшеме и зовёт олимпийский огонь золотой. Будет земля счастливой и молодой. Нужно сделать всё, чтобы век олимпийский огонь не погас. Солнце стартует в небе, как в первый раз. Нужно сделать всё, чтобы век олимпийский огонь не погас. Солнце стартует в небе, как в первый раз. Геномен А, Екатеринбург, команда России. Я видела, что чуть-чуть, да, вот что-то немножечко не получилось. Что это было? Почему произошло? И стоит ли вообще к этому серьёзно относиться? На самом деле, чирлидинг – очень высокотехничный вид спорта, очень сложный, координационный и, поэтому, интересный. И в выступательных программах порой бывают ошибки. Но, если ты падаешь, ничего страшного, продолжаешь дальше. Вот с такими вот эмоциями. Покажите эмоции, друзья. Вот, поэтому мы чирлидеры. Вы спортсмены, вы действительно лидеры. Ещё раз поаплодирую. Потрясающее выступление. А вам-то вообще страшно бывает? Вот когда вас подбрасывают вверх. Мы же доверяем нашим мальчикам. У нас нет страха. А бывает такое, что ты крутишься, например, там наверху и думаешь, о, левая хуже меня накрутила. Краем глаза ты видишь, что происходит, но ты никогда не думаешь о том, что хуже. Ты переживаешь за тех, кто вокруг тебя. Понятно. Друзья, поэтому наша категория называется «Командная работа». Это здорово. Ваши аплодисменты. Мария, вы так улыбаетесь. Мне кажется, вам очень понравилось это выступление. Улыбаюсь для того, чтобы не расплакаться. Потому что то, что творят девчонки, то, как это опасно, то, как это травматично, это знают только они. Это такой профессионализм. Вы настолько женственные. Вы так красивые. Парни, вы себя берегите, пожалуйста. Я хочу вам сказать, ребята, что я увидела гимн мужчин и женщин в настоящем понимании. АПЛОДИСМЕНТЫ Уверена, что Джеффа и Джона чирлидингом, ну, выступлениями в этом жанре не удивить. Но все-таки интересно, что думают они. Джефф, к вам вопрос. Как вам чирлидинг? Чирлидинг – это настоящий спорт, в котором себя нужно показывать на очень высоком уровне. Я просто потрясен атлетизмом и парней, и девчонок. И мне очень понравилась слаженность вашей работы. АПЛОДИСМЕНТЫ И я вижу, что вы настоящая команда. Я вижу это потому, как вы смотрите друг на друга, как вы поддерживаете друг друга. Спасибо вам за ваше выступление. АПЛОДИСМЕНТЫ Уверена, ваши слова, Джофф, были очень приятны нашей команде. Джон, как вам? АПЛОДИСМЕНТЫ Мне кажется, что мы все видели вот в этой команде очень много примеров того, что происходит в жизни. нас покидают. И мы очень хотим, чтобы были люди, которые нас и поймают, когда мы принимаем риски, когда нам плохо, когда нас жизнь просто кидает куда-то в воздух, и мы не знаем, куда мы идем. А вы примеры всем нам. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Николай, каковы ваши ощущения от увиденного? Вы поломали все стереотипы. Я никогда не думал, что отчерлидинг настолько сложен. Тем не менее, эти сложности вы всегда преодолевали с улыбкой. АПЛОДИСМЕНТЫ Это высочайший профессионализм, который достигается многими годами тренировок. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Это была команда России, и она сделала свой ход. Команду мира представляет мужская сборная по ритмической гимнастике университета Ханазоно, Япония. АПЛОДИСМЕНТЫ Меня зовут Тайга. Я приехал из Японии. Мне 19 лет. А мое имя Агава. Мне 22 года. Я являюсь лидером сборной команды по ритмической гимнастике университета Ханазоно. В Японии ритмическая гимнастика очень популярный вид спорта, и в нашем университете Ханазоно есть команда, которая существует больше 20 лет. Чтобы быть успешным спортсменом, в ритмической гимнастике нужно тренироваться 7 дней в неделю по много часов. В 2016 году наша команда заняла второе место на чемпионате Японии по ритмической гимнастике. Здравствуйте, ПИДЕЙ! В Россию мы приехали, чтобы поведать российскому зрителю о таком красивом виде спорта, как ритмическая гимнастика. Когда мы шли по коридору, нас так тепло приветствовали. Может, благодаря нам этот вид спорта уже набирает популярность. Настоящие спортсмены соперника не боятся, а уважают. Пусть победа достанется сильнейшему. Тем более, мы уверены. Здесь лучшие мы. Сборная университета Ханазона, Япония по ритмической гимнастике. Вы бы хотели выступать вместе с девчонками? Например, конкурировать со знаменитыми российскими спортсменками в художественной гимнастике? Выступать на Олимпийских играх? Если бы мы могли выступить на Олимпийских играх, было бы замечательно. Но, к сожалению, ритмическая гимнастика на Олимпиаде не представлена. Но я верю, что мужчины будут когда-то бороться за Олимпийские медали. У вас наверняка, вы же японцы, должен быть какой-то боевой клич перед выступлением. Да, конечно. Я с вами, ребята. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Теперь вы, наверное, особенно ждете, что скажет Николай Валуев. Кончуа. Огромное спасибо ребятам за их выступление. Настолько синхронно была выполнена вся их программа, что мне очень понравилось. И японцы скрупулезны во всем, в том числе, что касается гимнастики, которую они показали. Огромное спасибо, был очень красивый номер. Я подписываюсь на каждое слово, которое говорил Николай. Это удивительная страна. Вот это до точности, вот педантичности, может быть, но в хорошем смысле. Очень достойный народ. И вы сегодня нам показали все японские таланты, мне кажется. Мария, как вам, ребята? Ваша синхронность потрясает. Как вы друг друга чувствуете, непонятно. Потому что бывает, что вы совершенно не видите друг друга. Вот что поражает. Вы великий народ, и я вас приветствую еще раз. Приезжайте к нам в гости. Джей, вам слово. Я даже не знаю, как описать те эмоции, которые я испытал. Потому что вроде бы я смотрел этот номер глазами, но с другой стороны, как будто бы я слушал симфонию. Хорошо сыгранную и скоординированную симфонию. По восприятию, это была настоящая музыка. Так что я вам очень благодарен за номер. Ребята, я очень рада за то, что вы сейчас услышали много очень добрых, теплых слов в свой адрес. Но, друзья, у нас соревнования. Я приглашаю на сцену команду России чирлидеров из «Феномен-А». Мне кажется, это была, на самом деле, одна из самых страстных и опасных дуэлей в нашем соревновании. Да, не то слово, Марина. Джефф Монсон, пожалуйста. В США я видел много соревнований по чирлидингу. Возможно, я не видел соревнований такого уровня. Но выступление японской команды действительно тронуло меня. Поэтому я проголосую за японцев. Мария, вопрос к вам. Какой батальон вам понравился больше? Батальоны оба мне понравились. Я бы пошла с вами в разведку со всеми. Это сто процентов. Но при всей синхронности наших гостей, я считаю, что ваше выступление А. Опаснее. Б. Сложнее. Я за вас. Николай Валуй. Пожалуйста. Спорт, он не терпит, к сожалению, ошибок. И мы или ошибаемся, или выполняем задание. Японская команда в этом случае была более точна. Поэтому я считаю, что в этом состязании Ребята из Японии победили. 2-1. Что скажет Джон Уоррен, который минуту назад делал очень так по-русски? О-хо-хо. Я больше не буду членом жюри на этих... Почему? Вы сидите в намоленном кресле. Ну, потому что это так сложно. Нет, вопрос, что надо принять какое-то решение. И поэтому я буду настаивать на своем. Сегодня, здесь и сейчас Япония победила. АПЛОДИСМЕНТЫ Ребята из Феномена. Огромное вам спасибо, что вы пришли на Лигу удивительных людей. И вы такими и являетесь. Еще раз эти аплодисменты вам. Мы были чрезвычайно рады с вами познакомиться. А в финал зрительского голосования проходит команда мира из университета Ханазона Японии. Это Лига удивительных людей. Давайте продолжать. Сейчас начнется Это первая в истории нашего шоу настоящая музыкальная дуэль. Участники не просто исполняют музыку. Они на своем примере доказывают, что в настоящем искусстве нет правил ограничений. И Марина Дагматов. Девиз всех участников этого поединка «Красиво делай, красиво будет». Причем совершенно неважно как, с помощью голоса, инструментов музыкальных или просто подручных средств. Команду России в этой дуэли представляет дуэт парни Сап Трубы. А вот команду мира представляет настоящая звезда корейского битбокса. Его видео легко набирают миллионы просмотров. На его счету огромное количество титулов. И теперь он пришел за победой сюда, в Лигу удивительных людей. Человек-оркестр. Биг Мэн. Южная Корея. Итак, уважаемые друзья, в этом конкурсе по жеребию начинает команда мира. Биг Мэн. Республика Корея. Мое имя Теун Юн, а творческий псевдоним Биг Мэн. Я представляю Корею. Я умею своим голосом воспроизводить мелодии и подкладывать биты под любую музыку, от попсы до классики. Ну, например, как-то так. Когда мне было 15 лет, и я еще учился в школе, я впервые увидел в интернете выступления битбоксеров. И меня это настолько поразило, что я стал пробовать за ними повторять. А вскоре и сам начал писать музыку. Изначально друзьям и родителям не нравилось мое увлечение битбоксом, но когда я занял восьмое место на азиатском чемпионате по битбоксу, их мнение изменилось. Они поняли, что это серьезно, и теперь они меня поддерживают. Я в Москве впервые. Люди здесь очень дружелюбны. За время съемок и репетиций я познакомился с большим количеством талантливых артистов. И хоть я встретил здесь много талантливых соперников из разных уголков мира, я готов в баттле с ними сразиться. Теон Юн или Биг Мэн. 18-летний вундеркинд из Южной Кореи, друзья, фантастический парень. Первый вопрос. Почему вы Биг Мэн? Вообще-то я Биг Мэн. Это все знают в Корее и в России. Моё корейское имя Теон Юн. Теон — это большой, а Юн — это мужчина. Поэтому я Биг Мэн. Хорошо. А вы можете меня научить быть хорошим битбоксером? Что для этого нужно? Вначале нужно научиться делать вот так. Проталкивать воздух. Нормально? Да ты крутой битбоксер. Теон Юн, друзья! Биг Мэн! Республика Корея! Республика Корея! Республика Корея! Смитесь! Республика Корея! Республика Корея! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Друзья, еще раз аплодисменты, потому что человек один, а столько звуков вывел! Браво! Спасибо большое! Скажи, пожалуйста, сколько сразу звуков одновременно ты можешь сделать? Может быть, четыре. А можешь нам продемонстрировать? Вот прямо сейчас. АПЛОДИСМЕНТЫ Два. Так. Уже три. АПЛОДИСМЕНТЫ В соревнованиях по бибоксу немножко знаю, что это такое. И то, что он одновременно может произнести столько звуков, это делает ему честь. АПЛОДИСМЕНТЫ Он исполнил действительно вот четко от А до Я свой номер. Молодец! АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо. Мария, безумно интересно, что вы скажете. Я впервые, признаюсь, слышу это вживую. Я восхищена вами. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Вы настолько уникальны. Вы инструмент. И то, что вы делаете, особенно меня потряс самый нижний звук ваш. АПЛОДИСМЕНТЫ Вот можешь повторить его, пожалуйста? Это идет откуда-то из древних звуков каких-то. Это фантастика. АПЛОДИСМЕНТЫ Джон Уоррен, поразили ли вас звуки, которые издавал на этой сцене Биг Мэн? У меня тоже музыкальное образование, поэтому я понимаю, что надо делать с голосовыми связками, чтобы они сделали такие звуки, все одновременно. Мне кажется, что это уже человек-оркестр, который раньше там что-то вот так делал. Это уже старомодное. Вот это современный человек-оркестр. АПЛОДИСМЕНТЫ Джефф Монсон, пожалуйста, ваше мнение по поводу увиденного. В вашем выступлении мне больше всего понравилось то, что вы получаете от этого удовольствие. И я увидел, что все эти звуки и твой талант исходят из твоей души. Именно поэтому мне очень понравился твой номер. Спасибо большое за то, что ты поделился с нами своим уникальным талантом. Браво! 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 АПЛОДИСМЕНТЫ Замечательный 18-летний артист из Южной Кореи, Биг Мэн. Спасибо большое. Сегодня представляет команду мира. Но чем ответит команда России? Встречаем группу «Парни с Абтрубы». Здравствуйте, меня зовут Том Пастухов. Меня зовут Гебатов Александр. Мы с Урала. Наш коллектив называется «Парни с Абтрубы». На этом проекте мы представляем Россию. Мы первые в этом мире, кто соединил игру на ложках и игру на сантехнических трубах. Возвращаясь однажды после новогодних гастролей, 1 января, в поезде, я всю ночь никак не мог уснуть. И меня осенило то, что можно сделать творческий номер, используя сантехнические трубы. Этот эксперимент с трубами показал то, что мы можем играть абсолютно на любом инструменте, на любом предмете. В принципе, у нашего коллектива уже много регалий. Мы были лауреатами различных конкурсов. Принимали участие в интересных концертных программах. И мы не гонимся за славой. А вообще, этот проект – большая возможность для нас заявить о себе на весь мир. В сборную России представляют парни сап-трубы. Том Пастухов, Александр Гебатов. Парни, говорят, что вы умеете вообще на всем играть. Что-то из серии вот это. Вот на вас мы только не можем играть. Поиграйте на мне. Вот это. Я могу гордиться, я играл на Дмитриеве. Играл на Губерниеве, то ли еще будет. Но если серьезно, есть инструмент, на котором вы никогда в жизни не играли? Батарея. Почему? Соседи бы жаловались. Ну вы огромные молодцы, я буду желать вам удачи. Вперед, ребята! Спасибо. Сборная России! Спасибо. 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 Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Дальше! Субтитры создавал DimaTorzok Ребят, это было круто! Я, если честно, такого никогда не видела. Расскажите, пожалуйста, вы сами все это собираете, да? Да, мы сами все это собирали. Понятно. Так, а сколько здесь вообще метров трубы задействовано? Почти 100 метров. Ничего себе! Вот эти штуки, которыми вы стучите по трубам, что это такое? Это тапочка, нет? Тапочка, да, я бы тоже подумала. Мы назовем ракеткой. Сейчас у Джона только что, он прям признал этот инструмент. Да. Мне показалось, что он хотел бы попробовать поиграть. Мне тоже так показалось, Джон. Welcome! Ой, спасибо, ребята. Я очень люблю играть на музыкальных инструментах. Здравствуйте. Привет. Попробуем так со мной, так вот. Раз, раз, да. Все-таки же мы музыкальный инструмент осваиваем. Вот, и так полчаса. Да нет, шучу. Спасибо. Том, Джон и Сашка Удивительные люди Спасибо Положительные вибрации от этого инструмента Я считаю, что две вещи на планете, которые объединяют людей Это еда и музыка Я очень люблю играть на всяких разных инструментах Я прямо вот здесь краснею, потому что мне кажется, что это была какая-то взятка, нет? Нет? Чтобы я голос... Нет? Слава Богу Это была не взятка, друзья Удивительно, спасибо Музика во всем Это убедительно Спасибо Спросим Джеффу Монсона, что он думает по поводу увиденного Джефф? Ребята, я абсолютно поражен вашим выступлением И еще больше Меня поразил ваш творческий подход Ваша изобретательность И то, как вы создали этот инструмент И я хотел бы видеть больше подобных номеров АПЛОДИСМЕНТЫ Мария Ребята, мне очень нравится, что вы актерски подготовлены У вас есть драматургия номера Вы показываете нам отбившихся от рук рабочих Которые ушли со стройки и на крыше развлекаются И можно бить чем-то другим, но почему убьете тапками? Вот в этом ваша гениальность АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо огромное Николай Валуй Я хочу сказать, что ребята удивили Это так Это факт Вы Крайне органично существуете В момент игры Вот что главное АПЛОДИСМЕНТЫ Огромное вам спасибо Это было здорово Спасибо, Николай АПЛОДИСМЕНТЫ А теперь мы приглашаем сюда Дмитрия Губерниева И конкурентов группы САП Трубы Под ваши аплодисменты Бигмен АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Самое время выбрать Кто же идет дальше в финал Зрительского голосования АПЛОДИСМЕНТЫ Давайте начнем, наверное, с Джона Уоррена Но я буду краток Технически я даю свой голос Южной Корее А я даже не имею Ни малейшего представления Как я мог бы делать это Бигмен Получает первый голос От Джона Уоррена Хорошо, Марию хочется спросить Ну, поставлены мы, конечно В сложное положение Просто простите меня, мальчишки Но мне кажется, что Я научилась бы вашему искусству Искусству Бигмена я бы не научилась Мой голос за него АПЛОДИСМЕНТЫ 2-0 Вот сейчас, Марин Должна быть проверка на патриотизм сейчас Я предлагаю спросить Депутата Государственной Думы Вот так Спасибо АПЛОДИСМЕНТЫ Знаете, я напомню, что Когда шла Зимняя Олимпиада Огромное спасибо хочу Вашем лице сказать Тем ребятам, которые приехали В аэропорт Встретили нашу сборную команду И спели гимн Тем не менее Тем не менее Я отдаю Своё предпочтение Дуэту Голоса разделились 2-1 Джефф, у меня к вам вопрос Кому же вы отдадите свой голос? АПЛОДИСМЕНТЫ Честно говоря, мне понравились Оба номера И принимая во внимание Что оба номера крутые Я бы хотел выбрать команду Потому что они работали Скоординированно И номер у вас был Просто потрясающий Да Значит ли это, что Ваш голос уходит им в копилку? Да Да? Окей И так, друзья Джефф Монсон проголосовал За команду России Счёт в этом противостоянии Равный 2-2 Это значит, что мы поздравляем И команду мира В лице Бигмена И Тома вместе с Александром Вы выгорите финальную часть Нашей программы Молодцы! В категории Музыка без границ Победила Международная дружба Лига удивительных людей Друзья, мы продолжаем В эфире телеканала Россия Лига удивительных людей И совсем скоро Вы станете Свидетелями Новой дуэли Между нашими Участниками Когда вода встречает ветер Всегда поднимается волна Возможно, и наши зрители В зале сегодня Запустят самую настоящую волну Потому что увидят выступления Наших следующих супергероев Чтобы выявить победителя В категории Повелители стихии Мы организуем трансляцию Из бассейна И аэротрубы Ведь в этой дуэли В борьбе сойдутся Синхронистки из России И мастера парения Из Испании Встречайте Команда России Центр по синхронному плаванию Трехкратной Олимпийской чемпионки Легендарной Марии Киселевой А вот команда Мира Представляют неоднократные Чемпионы мира По групповой акробатике В аэродинамической трубе Сесар Рико И Дани Галлегу Испания И по жребию, друзья Нашу дуэль начинает Сборная мира Лучшая команда планеты В дисциплине Динамические полеты Сесар Рико Дани Галлегу Испания Привет, Россия Мы Сесар и Дани Мы команда Виндор Из Испании Мы занимаемся Аэродинамическим спортом И приехали на шоу Продемонстрировать Свой талант И победить Мы лидеры международных соревнований В аэродинамической трубе У нас есть золотая медаль За самую быструю скорость В мире На престижном конкурсе полетов В аэродинамической трубе Вингеймс Нас считают безумными А наш стиль агрессивным Мы совершили сенсацию В этом виде спорта Обычная скорость полетов В аэродинамической трубе 180 км в час Мы же можем летать При скорости за 300 Мы будто наэлектризованы Отталкиваемся от стенок Все быстрее и быстрее Когда мы летаем То ударяем по стенкам трубы У нас много молниеносных поворотов И кружений Мы придумываем новые фигуры Которые можно реализовать в полете После нас летуны по всему миру Повторяют и практикуют эти движения Конечно, двигаясь с такой скоростью Трудно не столкнуться Осваивая новые трюки Вот Сезар как-то сломал мне нос Ее шлемы постоянно Но это помогло нам достичь Высокого уровня мастерства Сколько часов всего За всю свою жизнь Вы провели в аэротрубе? Несчетные часы Внутри трубы очень сложно Заниматься больше двух-трех часов И мы совмещаем это с тренировками Не связанными с аэродинамической трубой Мы занимаемся в спортзале Много бегаем Может быть, мы не выглядим очень натренированными Но это так Нет, вы натренированные Вообще, вы очень популярные люди И в Испании Я знаю, что у вас много наград Ну, я буду желать вам удачи, ребята Спасибо большое Good luck Good luck сборная, команда мира Наши друзья, соперники Из Испании Спасибо Спасибо ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА СЕЗАР РИКО, ДАНИ ГОЛЕГО, ИСПАНИЯ Вы подарили нам сейчас фантастическое шоу. Казалось, что это делается все элементарно, очень легко. Но это же, вот все, что вы делаете, это довольно опасно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Любой спорт высокого уровня может быть опасным. Мы всегда идем на риск, в этом есть много сложностей. Мы развиваем скорость до 300 км в час. Контролировать такую скорость и не врезаться друг в друга, это очень сложно. Но, допустим, если вы летаете, и вдруг столкнулись друг с другом, это будет больно? Эээ, достаточно. Да, это будет очень больно. Можете спросить у моего напарника. Однажды я ему сломал нос. Вырос нос после столкновения. Это видно до сих пор. И такой был у нас инцидент, но все прошло. Вообще, даже такие вещи происходят. Скажите, что вы слышите, находясь в аэротрубе? Как вы слышите музыку? Или музыка вам не важна? Вы помните порядок действий? Нормально. Обычно мы ничего не слышим. Мы в берушах. И слышно только звук ротора. В трубе у нас есть свои способы коммуникации. Сигналы руками. Если мы хотим лететь вверх головой, мы показываем вот этот жест. А вот этот жест показывает разгоняемся на полную скорость. С ума сойти. Да, аплодисменты, безусловно, ребята заслуживают. Спасибо. Я так понимаю, аудитория очень понравилась. А понравилось ли Джону Уоррену то, что он увидел? Слышно по твоим вопросам, что ты никогда не была в аэротюбе. Никогда. А вы? Я призываю всех это делать. Это очень-очень круто. Малейшее движение туда-сюда, и ты можешь... До свидания. Да, очень красиво. Спасибо. Градияс. Ну что, градияс. Спасибо. Николай Валуев. Вы понимаете, птицы имеют там перья, которыми балансируют. А то, что вы делали, никаких перьев не выпускали. Движений минимальных каких-то не видно. Тем не менее, вы постоянно находились в движении, менялись. При этом это было вообще под музыку. Это было действительно красиво. Но вы удивили. То, что вы сделали, это самый настоящий эпохальный акробатический номер в аэротрубе. Спасибо. Спасибо. Джефф Монсон, пожалуйста, ваше мнение по поводу увиденного. Однажды у меня была возможность попробовать заняться этим видом спорта в Москве. Очень неудачный опыт для меня. Я, честно говоря, не очень понимаю, как двигаетесь внутри трубы, как меняете положение и переворачиваетесь. Особенно сложно мне представить, каково это, когда в трубе два человека. Спасибо, Джефф. Ну а теперь Мария. Порт-фавор, Мария. Что скажете? Как вам, ребята? Как вам номер? Во-первых, когда мальчики взмывали вверх, у меня дыхание спирала. Мне кажется, что это сочетание Формулы-1, каких-то спортивных танцев в какой-то даже степени. Это же как надо беречь друг друга. Как надо ощущать. Это потому что такая скорость, ребята. Браво. Спасибо, Мария. Итак, команда мира сделала свой ход. Чем ответит команда России из центра по синхронному плаванию Марии Киселёвой? Сборная команды России по синхронному плаванию является уже 20 лет лидером мирового синхронного плавания и законодателем ООН. Очень тяжело держать Марку лучших синхронистов в мире. И ты понимаешь, что надо, и ты это делаешь. Команда девочек, которая участвует в этом проекте, это девочки 13-15 лет. Они являются и чемпионками, и призёрами первенства Москвы и всероссийских турниров. Все поддержки повнимательнее, максимальная высота, правильно приходите. Слушаем внимательно музыку. Здесь действительно нужно обо всём помнить, когда ты находишься вниз головой, когда ты находишься на задержке дыхания, практически уже за пределом своих возможностей. Перед ответственными наступлениями у нас 10,5 часов длится тренировка. И они все работают, и они все трудятся каждый день. Поэтому я верю, что их работа, их трудолюбие победит всё. У нас всё получится! Девчонки, расскажите, за счёт чего вы будете побеждать сегодня сборную команду мира? Харизмы, смелости и наши, конечно, программы. Так, теперь возвращаемся к Маше. Маш, ну, есть таланты, есть те девчонки, которые продолжат дело Брусникиной, Ищенко, Киселёвой. Безусловно, есть. Я уверена, что у нас будет новая плеяда чемпионов, и не один раз. Да сомнений нет никаких, друзья. Давайте все вместе, Россия вперёд! Три, четыре! Россия вперёд! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok КОНЕЦ 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 Синхронистки из Центра по синхронному плаванию Мария Киселёвой и сама Мария Киселёва. Наша гордость, олимпийская чемпионка. Здравствуйте. Девочки, расскажите, пожалуйста, вы помните, как всё начиналось? С чего вас начали обучать? Каким элементом? Сначала, безусловно, начать плавать. А потом уже, конечно, другие элементы. Познавать, что такое на самом деле синхронное плавание. Это же не только плавание, это, конечно, хореография, растяжка, акробатика, множество различных видов спорта. Сколько часов вы проводите под водой ежедневно? Много достаточно часов 5-6. Мария, я уверена, что сейчас многие мамочки смотрят нашу программу и думают, вот мою бы девочку, туда бы. А что нужно? Чем должна обладать девочка? Какими данными, чтобы попасть в синхронное плавание? Ну, в первую очередь, девочка очень должна хотеть заниматься этим видом спорта. А во-вторых, девочку нужно привести для того, чтобы тренеры посмотрели на эту девочку, на её данные. Посмотреть, какие связки, мышцы, координация, красота линий, как работает голова, безусловно. И всё это вместе, много лет работы, даёт результат. Николай, скажите, пожалуйста, вы хорошо плаваете? Да, я неплохо плаваю и даже умею задерживать дыхание. У других? Нет. Не только. Я хотел к тому перейти, что, во-первых, они счастливы. Потому что у вас у каждой глазки вот так горят. И я больше, чем уверен, дорогие друзья, у нашего синхронного плавания с такими тренерами, с таким, вот, с такой сменой есть будущее, поверьте. Яркое будущее. Да. Абсолютно. Я потрясён. Девчонки, можно вопрос? Вы готовитесь к Олимпиаде? Хотите взять золотую медаль? Об этом, мне кажется, мечтает каждый, кто занимается любым видом спорта. Попасть на Олимпийские игры и взять золото. Я надеюсь, что ваша мечта осуществится. Такого я, конечно, никогда не видел. Я просто потрясён. Джон Уоррен намекнул не так давно, что бывал в аэротрубе. Может, вы синхронным плаванием занимались? Мало ли. Я играл в водное поло, и поэтому я знаю, настолько это сложно, тащить человека из воды, когда нет упора. Это просто... Я обещал сегодня соблюдать некую нейтральность, да, там, ну, родился там, живу здесь и так далее, но я здесь не могу. Вижу вот это, я просто вот... Это потрясающе. Самые крутые синхронистки в мире, в России! Это просто... Спасибо. Это действительно так. Это данность. Мария. Во-первых, я хочу выразить вам, Мария, своё восхищение, то, что вы собрали команду вот этих русалок. Вы не представляете, какие вы красивые девчонки? Да. Какой от вас идёт свет? Вы труженицы необыкновенные. Вы заслуживаете фантастического уважения. По поводу вашего номера скажу вам честно. Вы прекрасны. Вы прекрасны. Спасибо огромное, нашим тематуре, за мнение. Спасибо. Мне кажется, что самое время звать на эту сцену в нашу студию команду соперника. Мы приглашаем испанский дуэт и Дмитрия Губерниева. Девчонки, вы – это наше будущее. Николай и я, мы тоже спортсмены, но мы в прошлом, а вы – будущее российского спорта. Джефф, то есть вы отдаёте предпочтение команде России. Или нет? Подожди, Дима. Подожди, Дима. Ребята, я пробовал заниматься вашим спортом. Я понимаю, что это очень сложно. Хотя я делал это 10 минут. Я даже плоско не смог лечь на воздух. Я ничего не могу сделать. И поэтому я знаю, как вам трудно. Я выбираю испанскую команду. Что скажет у нас Джон Уоррен? Ну, испанские парни молодцы. Конечно. Браво, брависсимо. Но. Когда восемь испанцев будут летать в трубе, тогда, может быть, я отдам свой голос им. А мой голос, моя любовь вот сюда. Этим девочкам. Один-один разделился. Простите меня, но это так. На этой волне спрашиваем мнение Николая Валуева. Действительно, испанская команда, хоть их и двое, они восемь в этой трубе, они сделали крайне невозможные вещи. Поверьте. Да. Я считаю, что мы должны дать им шанс выхода в финал. Мы все-таки с вами на шоу находимся. Мое сердце, девоньки, на вашей стороне. Но выбор. Но голос я дам испанцам. Николай Валуев выбрал испанца. Итак, два-один. Команда мира. Наши испанские друзья-соперники впереди. Мария Аронова. Ответственность практически на вас. Девчонки, я на вашей стороне. Браво! Два-два, Дима! Два-два. А это значит, что оба наших славных коллектива выходят в финальную часть нашей программы. Молодцы! Кто же окажется в финале, будут решать зрители в зале. А мы продолжаем проект Лига удивительных людей. И впереди нас ждет следующая дуэль. На протяжении всей истории человечества люди мечтали летать. Пусть следующая дуэль, друзья. Напомнит нам с вами, какое это счастье – парить над землей. За команду России в этой дуэли выступит победительница престижных цирковых фестивалей. Воздушная гимнастка Ольга Голубева. Команду мира, друзья, представляет уникальный воздушный акробат. Мировая цирковая звезда. Мартин Френет, Канада. По результатам жеребия первой выступает команда России. Дуэль начинается прямо сейчас. Здравствуйте. Меня зовут Ольга Голубева. Я воздушная гимнастка. На проекте я представляю Россию. Я профессиональная артистка цирка. Я работаю уже более 10 лет. И объездила очень много стран со своими номерами. У человека есть два самых больших страха. Это страх смерти и страх публичного выступления. Так вот, в нашей профессии, профессии воздушных гимнастов, сочетаются оба этих страха. Я поднимаюсь на высоту, наверное, равную пятиэтажному дому. Был опыт работы на воздушном кране, например, на улице. И там уже высота, я думаю, больше пятиэтажного дома точно. Я на своих тренировках и на своих выступлениях не использую страховку. Несмотря на свой страх высоты. Для этого есть репетиции. Я привыкаю к высоте. И дальше только эмоции, только наслаждение, только концентрация на собственном исполнении. Ольшка, вы знаете, я боюсь высоты. Но вы тоже боитесь высоты. Ты прочитал. Я отношусь к ней с уважением. А какая высота, кстати? Она бывает совершенно разная. Гимнасты поднимаются метров на десять точно. Без страховки. Приметы есть какие-нибудь? Нет. Например, нужно подержаться за ведущего в нашем корпусе. Тогда будет успех. За такого ведущего можно, да, и подержаться. Друзья, а это значит, что будет успех. Болеем за команду России. Но я не создан для блаженства. Ему чужда душа моя. Напрасны ваши совершенства. Их вовсе не достоиня. Поверьте, совесть в том порукой. Супружество нам будет мукой. Я сколько не любил бы вас, привыкнув, разлюблю тот час. Супружество нам будет мукой. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Я вас люблю, чему лукавить, но я другому отдана, я буду век ему верна. Воздушная гимнастка Ольга Голубева, команда России. Невероятно красивый и в прямом смысле воздушный номер. Была какая-то история, которая предшествовала этому номеру, может быть, по биографическому следу этот номер поставили? Я думаю, у каждой девушки есть свой Онегин, ну, в той или иной степени. Но такая классика не может не трогать. И пока эмоции не отпустили наши жюри, спросим их. Николай Валуев. Я чувствовал небольшое оцепенение зала, потому как всем казалось, как же это возможно. Без всякой страховки, чувствовать себя так уверенно, это было и честно, и это было фантастически красиво. Поэтому я встал и аплодировал вам стоя. Это действительно так. Спасибо. Джон Уоррен знает русскую классику, любит ее и, наверное, тоже что-то скажет. Так, опа. Джон, вы не верите, что это настоящие фонари? Давай, давай, давай. До свидания, наш ласковый Уоррен. Вау. Это скользкое. Серьезно? Ну да. Я думал, что липучий, но нет. Джон, интересно ваше мнение по поводу номера. Попробуй на себя, поэтому я вот спокойно. Олечка, вы птичка, просто птичка. Очень красиво, Оля, спасибо. Спасибо большое. Мария, что вы скажете? Олечка, номер необыкновенно красив. Каким образом вы это делаете? Непонятно. Я представляю, что это за труд, что это за состояние мышц. Это фантастика. Вы браво. Спасибо. Джек Монсон, скажите, вам всего хватило в этом номере? Или были какие-то шероховатости, что-то не понравилось? Я был захвачен самой историей. Как будто вы мне рассказываете историю о несчастной любви или о чем-то важном для вас. Спасибо за то, что вы поделились с нами своим сердцем. Спасибо. Ольга Голубева сделала все, чтобы победа в этой дуэли досталась команде России. Свою заявку на победу представляет Мартин Френетт, Канада. Привет, меня зовут Мартин Френетт. Мне 33 года, я из Канады. Я занимаюсь воздушной акробатикой, и мне нравится подниматься высоко в воздух. Как говорят, в нашей семье я белая ворона. Оба моих родителя бухгалтеры, сестра работает в банке. Все они работают с цифрами в офисе. А я вот могу сесть на шпага. Когда мне было 16 лет, я взял за руку отца и отвел его в цирк со словами «Хочу всегда быть здесь». На тот момент мои родители представляли, что в цирке работают бродячие цыгане, а на манеже выступают обезьянки и тигры. Я понял, что если останусь в своей семье, то меня не минует участь финансового воротилы. Я решил бежать с цирком. Я поступил в цирковое училище в Монреале и выбрал для себя самый сложный вид искусства – воздушную гимнастику на канатах. С тех пор я работаю с канатами уже 14 лет. Именно работая в воздухе, я почувствовал себя как дома. Когда я наконец добился немалых успехов в воздушной акробатике, мои родители наконец простили меня. Мой отец, который является моим главным цензором, сказал как-то, «Если я увижу тебя на сцене в России, то это будет настоящий рост тебя как артиста». И он хотел бы на это посмотреть. Для меня это выше всех похвал и премий. Вы канадец? Да. Ну, я знаю то, что каждый канадец мечтал стать хоккеистом. Да, многие молодые канадцы хотят быть хоккеистами, однако я никогда этого не хотел. Как и любой мальчик, я пробовал играть в хоккей и кататься на коньках, но это не мое. А что для вас является сейчас целью в жизни? Я хотел бы выступать на сцене как можно дольше. Кроме этого, я хотел бы работать в Нью-Йорке, участвовать в мюзиклах. Это просто потрясающе. Я желаю вам удачи. Мартин Френет, Канада. Гуд лак! Гуд лак! Спасибо! Спасибо! МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА АПЛОДИСМЕНТЫ 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 СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Джефф, у меня вопрос к вам. Вы могли бы вот так же? Вы представляли себя когда-нибудь в образе воздушного гимнаста? Только в своих мечтах. В страшных мечтах? Но я могу сказать, что я завидую Мартину, что он выполняет свою работу на таком высоком уровне, так хорошо использует свое тело. Конечно же, я восхищаюсь вашим артистизмом. Это было прекрасно, просто прекрасно. Подписываюсь под каждым английским словом Джеффа Монсона. Мартин, вы сами придумали этот номер? Да, я сам создал этот номер. Я выступаю уже 14 лет по всему миру. Это просто моя страсть, быть высоко в воздухе, летать, создавать хореографию. Я это обожаю. Это моя страсть и моя жизнь. Джон Уоррен, давайте его спросим, что он думает по поводу вашего выступления. Джон? Можно я поговорю над своим родным? Пожалуйста. Пожалуйста. Да, мне очень понравилось выступление. Очень понравилось то, как вы рассказываете вашу историю. Где вы выступаете, где вы показываете ваш невероятный талант? Я выступаю везде, куда меня приведет мое шоу. И в цирке, и в театре. Утешествую по Европе, на любой сцене, которая меня ждет. Вот сейчас, например, я в Москве. Я буду где угодно, куда меня пригласят. Пожалуйста, приезжайте чаще. Я думаю, вы видите, что здесь очень много людей, которым очень понравилось ваше выступление. Николай Валуев. Вам огромное спасибо. Это было действительно здорово. На самом деле, вы ведь очень много сорвали овации. Тем не менее, у вас нет никакой тени зазнайства или самоуверенности, потому что вы абсолютно честно дарите ваше искусство окружающим. Да, да, да. Мария, как вам, Мартин? Как вам выступление? Во-первых, вы мне очень симпатичны. Потому как вы даже стоите. Да. Потому как вы слушаете, как вы киваете. Немножечко Питер Пен, да? Вы абсолютный какой-то ребенок. Меня поразил ваш шпагат. Просто поразил. Вы то ли птица, то ли вы стрела. Это фантастика. Да. Ну что же, это было второе выступление из последней заключительной дуэли. И сейчас самое время пригласить в нашу студию Дмитрия Губерниева и Ольгу Голубеву. Ну что же, мнение жюри мы уже слышали. Давайте теперь узнаем, кого же, кто из них выберет. Была бы у меня волшебная палочка. Я сказала, давайте их соединим, и пусть они сделают совместный номер и не соревнуются. И живут долго и счастливо. Пусть меня простит Канада. Я за Олю. Один ноль. Джон Уоррен. Птицы. Оба. Я за Канаду. Джефф, у вас тоже очень нелёгкий сейчас выбор. Итак, я сейчас буду не совсем честен, потому что мне понравились оба номера, и я знаю, кого выберет Николай, поэтому я выберу Мартина, потому что я хочу, чтобы вы оба прошли финал. Вы знаете, я бы сравнил Мартина с Орлом, а Олю я бы сравнил с птицей Феникс, всё-таки. Птица Феникс приносит счастье, а орёл – это символ победы. Победа у меня есть, я выбираю счастье. Итак, 2-2. И финальную часть программы проходит и представительница сборной России, и, конечно, наш замечательный Канадец. Что решит публика, узнаем совсем скоро. Впереди финал этого выпуска. Позади последняя дуэль этого выпуска. Давайте поприветствуем, друзья, финалистов этого выпуска. Вот кто претендует на попадание в финал. Биг Мэн, Корея. Парни Саб Трубы, Россия. Сборная университета Ханазона, Япония. Сесар Рико и Дани Гальего, Испания. Центр синхронного плавания Марии Киселёвой, Россия. Ольга Голубева, Россия. И Мартин Френет, Канада. И пока зрители в студии готовятся голосовать, давайте вспомним, как сегодня выступили участники. Биг Мэн, Республика Корея. Аса. Парни Саб Трубы. Мужская сборная по ритмической гимнастике. Университета Каназона. Сесар Рико, Дани Гальего, Испания. Центр по синхронному плаванию трёхкратной олимпийской чемпионки легендарной Марии Киселёвой. Ольга Голубева, Россия. Мартин Френет, Канада. А членам жюри уже ничего не зависит. Сейчас им предстоит только лишь наблюдать, как голосуют зрители в студии. Но, друзья, если бы у вас был шанс отдать свой голос, кому бы этот голос достался? Николай Волумьев. Всё-таки голос я отдам Ольге. Ибо я вставал не зря. Ольге Голубевой. Да. Мария Аронова. Кого бы выбрали вы? Одного. И страшно признаться, но у меня сегодня вечер открытий, и я почти влюблена. Поэтому Биг Мэн. Биг Мэн. Влюблён ли в кого-нибудь из наших участников Джефф Монсон? Все эти выступления были такими разными. Это просто моё мнение. Выбрать сложно. Но мне очень понравились девчонки. Синхронная плава. Синхронная плава. Браво. Как повлияет на мнение наших зрителей Джон Уоррен? Так же. Так же. Девочки-синхронисты. Друзья, мы узнали, что думают члены нашего уважаемого жюри. А сейчас мы хотим узнать ваше мнение, зрители в студии. Я прошу всех вас взять в руки пульты для голосования. На экране вы видите номера, присвоенные участникам голосования. По нашей команде нажмите одну из кнопок и выберите участника, который поразил вас больше всех. Голосование начинается через три, две, одну. Поехали! Друзья, приготовились. Голосование заканчивается. Стоп! Голосование окончено. И победителем этого выпуска Лиги Удивительных Людей новым финалистом становится Ольга Голубева. Россия! Спасибо огромное всем участникам. С вами были самые талантливые люди планеты. Смотрите на них, вдохновляйтесь ими. И верьте, друзья, каждый из нас может оказаться в Лиге Удивительных Людей. До встречи на телеканале «Россия» и удивительной вам недели! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова